Здравствуйте! На ТНТ события дня меня зовут Алена Закатаева и я расскажу вам о самых важных и интересных новостях в Вологде. Сегодня в выпуске. Меры безопасности усилены в Вологде в связи со вчерашней трагедией в Санкт-Петербурге. Жертв теракта в Питере почти в областной столице. Системы видеонаблюдения установят в 42 образовательных учреждениях города. Меры безопасности усилены в Вологде в связи со вчерашней трагедией в Санкт-Петербурге. На городском железнодорожном вокзале проводится тщательный досмотр. Закрыта часть входов и выходов. Представители всех силовых ведомств в режиме повышенной готовности. Бдительнее стали и сами волокжане. Например, сегодня, увидев подозрительный предмет на улице Ленинградской, горожане сразу же сообщили в полицию. Подробнее об этом в материале Марии Поздеевой. Мы приходим где-то в пол восьмого. Здесь вот в этом месте мы обнаружили огнетушитель. Старый, небольших размеров, похожий на автомобильный огнетушитель, лежал на крыльце возле запасного входа, рассказывает администратор парикмахерской на улице Ленинградской. Мы дверь открыли. Сначала, конечно, не обратили внимания, но у нас мужчина, наш завхоз, он более бдительный, чем мы. И, соответственно, сразу среагировал на эту ситуацию. Спустя 10 минут на место приехали все спецслужбы города, полиция, Росгвардия, медики. Сотрудников парикмахерской немедленно эвакуировали. Территорию обследовали. Взрывных устройств обнаружено не было. Но в любом случае, говорят силовики, волокжане среагировали правильно. Кто считается подозрительным предметом? Ну, подозрительным предметом может быть любой предмет, да, любое самодельное взрывное устройство. Признаки, это какие-то провода, там, телефон. Ни в коем случае никаких манипуляций с предметом не производить, не двигать, не поднимать. Сделать ограничение доступа людей, так скажем, своими силами. И вблизи предмета не пользоваться сотовой связью. То есть, немножко отойти и уже позвонить, вызвать полицию. Сейчас в Вологодской области усилены все меры безопасности. Такое поручение накануне дал губернатор региона Олег Кувшинников после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Унившего жизни 14 человек. На Вологодском железнодорожном вокзале еще накануне полицейским были выданы бронежилеты. У рамок, металлодетекторов, тщательный досмотр. Закрыты часть входов и выходов, чтобы на оставшихся обеспечить круглосуточное дежурство охраны и сотрудников полиции. У нас проведен инструктаж с работниками вокзального комплекса, с поездными бригадами, с машинистами. И со всеми, кто непосредственно работает на железной дороге по усилению бдительности. То есть, по обнаружению подозрительных предметов, подозрительных лиц. Обращать на все это внимание специалисты рекомендуют и влакжанам. Для их же безопасности и многие после вчерашней трагедии весь день сегодня на чеку. Стал ходить внимательнее по людным местам, особенно по вокзалам, если езжу куда-нибудь. И стараюсь обращать внимание на все эти посторонние вещи, сумки, пакеты. Если в поле зрения оказался странный предмет, нужно сообщить руководству учреждения и незамедлительно звонить 02. В этом случае, как говорится, лучше перестраховаться. Мария Поздеева, Максим Тишковец, События дня. Представители областных и городских властей почтили память погибших во время взрыва в Санкт-Петербурге. 4 апреля в влакжане возложили цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда на Пашихонском кладбище. Участие в памятной церемонии приняли мэр города Андрей Травников, депутат Заксобрания Марина Денисова, курсант и офицер ВП в влакжане. Подробности смотрите далее. С Питером у Вологды особые отношения. Очень многих людей связывают родственные связи с петербуржцами. У многих в влакжан дети учатся в санкт-петербургских вузах. Слава Богу, по предварительной информации, среди погибших наших земляков нет. Но тем не менее, мы, конечно же, сопереживаем и сочувствуем со всем Санкт-Петербургом, со всей России. Сегодня мы все должны сплотиться воедино против того агрессора, который не видим, к сожалению. Мы все должны поддержать нашего президента Владимира Путина. Все должны бороться против терроризма. И самое главное сейчас, чтобы все страны мира осознали это. То, что терроризм можно победить только всем миром. Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел накануне 3 апреля. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда, преодолевшего перегон от станции Стенная площадь до станции Технологический институт. По данным Национального антитеррористического комитета, 14 человек погибли, 51 пострадал. В разных городах страны проходят акции в память о погибших. В Вологде сегодня по распоряжению мэра города отменены все развлекательные мероприятия. Мария Поздеева, Максим Тишковец. События дня. Системы видеонаблюдения установят в 42 образовательных учреждениях Вологды. На прошедшей сессии Вологодской городской думы на эти цели был выделен дополнительно 1 миллион рублей. Управление образования определило, что первоначальную установку систем видеонаблюдения необходимо выполнить в образовательных организациях, обеспечивающих летний отдых детей. Это 42 учебных заведения, школы, детские сады и центры доп. образования. Работы необходимо провести до 1 июня. В оставшихся детских садах системы видеонаблюдения должны быть установлены до конца 2017 года. График сейчас прорабатывается. Установка систем видеонаблюдения – это важный шаг в вопросе обеспечения безопасности детей. Но с точки зрения финансирования очень затратный. Ведь помимо камер необходимо закупить мониторы, системный блок, где будет храниться записанная информация. По нормам в каждом учреждении должно быть установлено порядка 8 камер. Далее короткая реклама. Смотрите сразу после нее. Сортировать мусор в городе будут сразу на двух объектах. Через неделю, по прогнозам синоптиков, вскроется река Вологда. В России планируют запретить старые счетчики. Это события дня на ТНТ. Продолжаем выпуск. Сортировать мусор в Вологде будут сразу на двух объектах. Помимо станции на улице Мудрово, которая находится в финальной стадии строительства, еще один объект появится в урочище Пасынково, где построен новый полигон ТБО. Сроки возведения сейчас обсуждаются. Речь об этом шла сегодня на рабочем совещании в администрации Вологды. В рамках разработки утверждения региональной схемы размещения отходов уже предусмотрено строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающие заводы на территории свалки на улице Мудрово. Также в схеме появится в том числе и мусоросортировочная станция в урочище Пасынково. То есть будет возможность сортировать мусор как на одной площадке, так и на другой площадке. Соответственно, захоранивать отходы уже после глубокой сортировки, чем будет обеспечена возможность продления срока эксплуатации первого этапа реализации проекта. Процесс будет выглядеть следующим образом. После сортировки мусора на станциях все вторсырье, бумага, пластик, стекло направляются на переработку. По предварительным оценкам это до 50% отходов. Остальной мусор отправляется для захоронения на новый полигон в Пасынково. Специалисты сходятся во мнении, что две точки сортировки мусора позволят эксплуатировать первую карту нового полигона не менее 10 лет. Также сейчас идет оформление всех необходимых документов. Все объекты, находящиеся на территории полигона, необходимо передать в муниципальную собственность. После этого можно будет получать лицензию. Росприроднадзор обещает оформить ее в кратчайшие сроки. Обсудили на совещании стоимость строительства нового полигона ТБО. При наличии положительного заключения экспертизы, тем не менее, специалисты Департамента городского хозяйства, администрации города, проверяют фактические затраты, потому что сумма по проекту достаточно значительная, более 600 миллионов рублей. Поэтому мы хотели бы быть уверены, что все работы, выполненные в соответствии с проектом, со сметами, это подтверждено документами, фактическими затратами. И только после этого мы можем высказать свое мнение о окончательной стоимости фактически понесенных расходов. После того, как сметная стоимость строительства полигона будет проверена окончательно, специалисты займутся расчетом тарифов на вывоз мусора. Также предстоит выбрать регионального оператора, который будет заниматься вопросами утилизации мусора. Екатерина Шабалова, Денис Терин, События дня. Через неделю, по прогнозам синоптиков, вскроется река Вологда. В Вологодском гидрометеоцентре назвали ориентировочную дату – 12 апреля. Город к этому моменту готов. Серьезных проблем во время паводка специалисты не ожидают. На сегодняшний день уровень воды – 107 метров 79 сантиметров по Балтийской системе. Для справки, критический уровень, когда отмечаются первые признаки подтопления – 112 метров. Причем уровень воды в реке снижается. Несмотря на это, все службы, спасатели, представители коммунальных предприятий, полиция находятся в режиме полной готовности. Приняты все меры, чтобы свести риски подтопления к минимуму. Спасатели проверяют русла малых рек, освобождая их от заторов, готовят личный состав и технику. В России планируют запретить старые счетчики. Минэнерго планирует уже со следующего лета запустить новую систему учета электроэнергии. Она позволит снизить потери электричества и адресно воздействовать на неплательщиков, дистанционно отключая их от сети. При этом модернизировать или устанавливать старые приборы учета могут запретить. Новая система приборов более точная. Также это оборудование позволяет снимать показания с каждого потребителя дистанционно и в любое время. Сейчас из-за того, что показатели потребления электроэнергии снимаются раз в полгода, а также из-за разных приборов учета с различной точностью, долги делятся на всех собственников. Эту задолженность вписывают в строку «Общедомовые нужды». С внедрением нового оборудования ситуация изменится, считают авторы законопроекта. Добавим, что по оценке рост сетей, розничный рынок электроэнергии России сегодня оснащен автоматизированным учетом лишь на 9%. Предполагается, что новая система учета электроэнергии может быть запущена уже летом следующего года в Калининграде, Ярославле и Туле. В пилотных регионах счетчики поставят за счет инвесторов, а окупятся они благодаря экономии снижения потерь. Сайт «Вологда Портал» стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». Рейтинг муниципальных интернет-порталов был составлен по итогам 2016 года. Официальный сайт администрации «Вологда» стал лауреатом в номинации «Лучший сайт Центра субъекта Федерации». Специальное жюри оценивало номинантов по нескольким критериям. Кроме технических аспектов учитывалось оформление сайта, информационная наполняемость, актуальность данных, мультимедийный контент. Всего награды 14-го всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт» были разыграны в 11 номинациях, в том числе среди городских поселений и округов, представительных органов муниципальных районов. Напомню, в подобном конкурсе сайт администрации участвует не первый раз. В 2012 году «Вологда Портал» был признан лучшим сайтом Центра субъекта Федерации. В 2014 году сайт победил на всероссийском конкурсе в номинации «Единая стилистика». На этом у меня все. С вами была Алена Закатаева. Смотрите события дня на ТНТ. До новых встреч!